Несмотря на ненастную погоду, фестиваль воздухоплавания «Открытое небо» все-таки состоялся. Это мой первый полет. Мне немножко страшно, но безумно интересно. Увидеть потрясающий вид на город из корзины воздушного шара – не об этом ли мечтает каждый из нас с детства? Так, настоящий трехдневный праздник воздухоплавания прошел в Шкотовском районе в селе Стеклинуха. В первый день погода дала добро на взлет, а вот во второй день шары были запущены частично из-за остатков и ветра. Боремся со стихией, на месте импровизируем. То есть уже там со Шкотовского района даже отсыпку какую-то, гравий привозим, чтобы где-то засыпать. Как-то тут же на месте влево-право перемещаемся. Ну, важно, чтобы это первое мероприятие все-таки состоялось. То есть показать людям, показать администрации, чтобы на следующий день год уже делать его масштабнее, делать интереснее, насыщеннее. В заключительный день все четыре аэростата удалось поднять над землей вместе с пассажирами. Шары были запущены в 8 утра, а не в 11, как в предыдущие дни, чтобы максимальное количество посетителей успели подняться в небо. Также организаторами были созданы максимально комфортные условия пребывания. Гости мероприятия, которые не прошли по своим билетам в первые два дня, могли ими воспользоваться в заключительный день фестиваля. Так сотни людей осуществили свою мечту вместе с компанией «Усури Скай» и с режиссерским центром «Творец». Сегодня классная погода, солнца нету, это для нас очень хорошо, как ни странно, как многие думают, и ветер приемен не больше трех метров в секунду, поэтому мы сейчас даже днем спокойно летаем. В летнее время года днем не летаем, только на рассвете и на закате. Снизу можно было наблюдать счастливые лица и слышать восторженные выкрики гостей фестиваля, делающих незабываемые селфи. Мне понравилось больше всего на воздушном сае полетать, тут очень красиво. Если будет развиваться, то будет отлично. Вот вторая Каппадокия. Мне очень нравится летать, и вот с первого взгляда я боялся, а вот теперь понял, что это наоборот весело, круто. На шаре поднимались, как красиво все. Единственное, что вот грязь и непогода, а так очень все хорошо, праздник хороший. Да-да-да, спасибо организаторам, очень хорошо было. Гостей фестиваля поднимали воздух и другими различными способами – на вертолете, двух малых самолетах и на параплане с двигателем. А вообще фестиваль просто супер, замечательный, я думаю, он будет развиваться и будет еще интереснее, интереснее, интереснее. Также на фестивале воздухоплавания есть и земные развлечения, на которых можно получить не меньше удовольствия. В течение дня посетители развлекали поездками на квадроциклах и лошадях, мастер-классами, аквагримом, аниматорами и выступлениями творческих коллективов в Приморье. Большинство людей приехали издалека, так что организаторы предоставили им место для кемпинга. Расскажите, какое мероприятие? Очень супер, купили билеты. Мы с находки приехали. Хорошее мероприятие. Что вас больше всего впечатлило? Шары. Самолет. Самолет. В целом понравилось. Погода, видите, только слякотна. Так нормально, нам нравится. Отдельно стоит отметить ночное свечение аэростатов. Когда в кромешной темноте купола воздушных шаров то зажигаются, то гаснут, раскрасив ночное небо. Мероприятие такого уровня проходило в крае впервые. Теперь оно станет ежегодным. По словам организаторов, все ошибки и недочеты будут учтены. Отметим, что благодаря таким тематическим фестивалям и происходит объединение людей из разных городов в Приморье, что и является одним из направлений развития внутреннего туризма. Анна Дьякова, Денис Фадеев, Екатерина Князева, Олег Завялов. Новости на Восьмом. Анна Дьякова, Денис Фадеев.